Здравствуйте! Сегодня наша лекция будет называться «Конденсационные методы». Прежде чем говорить о этих методах, давайте вернёмся к предыдущим лекциям. Мы, когда с вами проходили классификацию методов получения наноматериалов, мы говорили о том, что технология получения наноматериалов разделяется на две большие группы. Это диспергационные методы и конденсационные методы. Значит, диспергационные методы – это методы, которые, если их можно так назвать, сверху вниз, то конденсационные методы – это методы снизу вверх, то есть с атомного ионного состояния до наноразмерных величин. Ну, план сегодняшней лекции – это методы, сегодня мы с вами разберём методы, основанные на различных вариантах смешения исходных компонентов. Значит, с вами разберём золь-гей-метод. Значит, в конденсационные методы входят гидротермальный метод, метод гидротермальный метод, метод комплексонатной гомогенизации, метод замены растворителя, синтез под действием микроволнового излучения, метод быстрого термического разложения при курсорах в растворе – РТДС. РТДС. Ну, значит, конденсационные методы. Ну, я как и говорила, что конденсационные методы основаны на получении наночастик из систем, в которых вещества уже диспергирны на атомном или молекулярном уровне. То есть из растворов и газовой фазы. Понятно, да? То есть мы, если, допустим, при диспергированных методах, мы из большого макрообъекта получали объекты наноразмерных величин, то в конденсационных методах уже из атомных или молекул мы будем получать методом конденсации частицы наноразмерных величин. Ну, конденсационные методы сегодняшние – это растворные методы и конденсация с газовой фазы. Значит, в этой лекции мы с вами будем рассматривать растворные методы. Значит, растворные методы основаны на различных вариантах смешения исходных компонентов. Вторые методы основаны на различных вариантах удаления растворителя. И следующий метод – это метод сжигания. Значит, все эти методы мы с вами попробуем разбирать на этих двух рецептах. Это большая очень тема, поэтому с вами будем рассматривать вот эти методы и технологии. Можно еще раз. Растворные методы. Растворные методы и химические методы основаны на растворных технологиях. На основе растворных технологий являются трех стадийными. Первое – это приготовление прекурсора. Второе – это обезвоживание. Третье – это отжиг. То есть эти методы проходят три стадии технологии. Методы в соответствии с выше приведенными стадиями можно разделить на следующие группы. Ну вот, как мы с вами говорили, это методы основаны на различных вариантах смешения исходных компонентов. Методы основаны на различных вариантах удаления растворителя и методы сжигания. Значит, с вами мы сейчас рассмотрим методы, основанные на различных вариантах смешения исходных компонентов. И первый метод – методы химического осаждения или соосаждения. Вот эти методы, они заключаются в совместном осаждении или соосаждении компонентов продукта из раствора в виде нерастворимых солей или гидроксидов. Наиболее распространены три типа химического осаждения – это гидроксидный, аксалатный или карбонатный методы. То есть это гидроксидный, еще раз, аксалатный и карбонатный методы. Для осаждения гидроксидов в качестве исходных реагентов используют нитраты или ацетаты, а в качестве осадителя – раствора аммиака или щелочи. Вот для осаждения гидроксидов, да, то есть это исходные нитраты и ацетаты. Почему именно они? Потому что и нитраты, и ацетаты хорошо растворимы в воде, но и при помощи вот таких щелочей, как аммиак, или, допустим, если вы в качестве щелочи возьмете натрию аж, калию аж, да, то, значит, вы можете осадить гидроксид металла. Для осаждения оксалатов в качестве исходных реагентов используют нитраты или ацетаты, а в качестве осадителей смеси щавелевая кислота аммиак, щавелевая кислота 3-этиламин, либо избыток насыщенного раствора оксалата аммония при фиксированной кислотности раствора, либо водный раствор землетилоксалата. Это для осаждения оксалатов, да? Для осаждения оксалатов. Ну, осаждение карбонатов аналогично оксалатам. В качестве осадителя при осаждении карбонатной соли используют избыток гидрокарбоната аммония, избыток карбоната анатрия, либо карбонат тетраэтиламония. Осаждение проводит припаж больше 8, создаваемое добавлением раствора аммиака или гидроксида натрия. Однако, приходится уделять внимание в стадии промывки осадка, поскольку примеси щелочных металлов могут изменять свойства получаемых материалов. Ну, и в качестве примера, вот синтез ложного оксида магний-4, необи-2, о-9. Вот в качестве исходных веществ использовали гексогидрат нитрата магния, магний-НО3 дважды на 6H2O, оксид необия, необи-2, о-5 и гидроксид натрия. Значит, взяли три исходных вещества – нитрат магния 6-водный, оксид необия и гидроксид натрия. Затем оксид необия растворяли в минимальном количестве плавиковой кислоты, а что при нагревании? После чего раствор охлаждали до комнатной температуры. Нитрат магния растворяли в дистиллированной воде. Практически все соли азотной кислоты, они хорошо растворимы в воде. Затем растворы смешивали необходимых соотношений и добавляли водный раствор щелочи до pH 12. При котором обеспечивалось полное осаждение гидроксидов. После фильтрования раствор промывали водой несколько раз и высушивали в печи при 100 градусах в течение 12 часов. Полученный гидроксидный прекурсор, то есть предшественник, отжигали при температуре 750 градусов в течение 6 часов. В результате чего образовался твердый продукт магний-4, необи-2О9 со средним размером зерен 150 нанометров. Вот посмотрите, как получили синтез сложного оксида. То есть брали растворы нитрата магния, раствор необи, который разлагали в плавиковой кислоте. Затем эти два раствора смешивали и щелочью до pH 12 доводили щелочью до pH 12. Значит, металлы выпадали в гидроксидный осадок, который фильтровали, промывали водой несколько раз, чтобы он не был загрязнен гидроксидом. Затем высушивали в течение 12 часов и полученный прекурсор, а это прекурсор, то есть предшественник, отжигали при 750 градусах в течение 6 часов и получали сложный оксид магний-4, необи-2О9. Причем размер этого зерна получался 150 нанометров. То есть из раствора, из молекулярного уровня получали вот такой вот наноразмерный осадок. Вот, пожалуйста, изображение уже полученного осадка от ожона при 750 градусах. Вот 150 нанометров до его размера. Ну и еще один пример получения алюминиевого граната И-33-5О12 допировано неодимом. В ходе эксперимента 0,5 малярные растворы метарата И-3, алюминия и неодима смешивали в малярном соотношении компонентов 2,94, 5, 0,06 и добавляли 0,2 малярный раствор гидрокарбоната аммони до образования осадка. Осадок выдерживали в растворе для старения в течение двух суток, после чего фильтровали, тщательно промывали водой, затем его высушивали при 100 градусах и прокаливали при температурах 500-1100 градусов. И при исследовании показывали, что даже при отжиге 1100 градусов размер частиц порошка не превышал 100 нанометров. Вот он рисунок этого отожженного алюминиевого граната. Получили порошок, размер которого менее 100 нанометров. Ну и достоинство вот этого метода следует отметить. Его чрезвычайную доступность. То есть вы видели, что не требует никакой сложной дорогостоящей аппаратуры. Однако этим методом получаются порошки с размером зелек не менее сотни нанометров. Получение частиц меньшего размера невозможно, так как заключительной стадией метода является отжиг прекурсора гидроксида, оксалата, карбоната при температуре 600-800, иногда выше, в ходе которого, конечно же, происходит спекание частиц. Ну вот это вот недостаток. А в принципе, вы сами видите, что вот этим методом можно получать осадки, размерность которого составляет 100-150 нанометров. Но при этом не требует никакой сложной дорогостоящей аппаратуры. То есть это в основном муфильные печи, которые до 1100 иногда муфильные печи, они можно в них сжигать. Ну еще один метод сегодня, который мы с вами рассмотрим, это золь-гель-метод. 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 Процесс был разработан специально для получения оксидной керамики. Процесс в себя включает в следующие стадии приготовления растворов алкооксидов. Их каталитическое взаимодействие с последующим гидролизом, конденсационной полиаремизацией и дальнейший гидролиз. В качестве продукта процесса получают оксидный полимер, гель. Его подвергают старению, промывке, сушке и термообработке. Недостатком метода является сложность аппаратурного оформления, а достоинством, конечно же, высокая частота и однородность синтезированных соединений, а также возможность получения разнообразных нано-порошков. Это недостатки и достоинства. Традиционно под термином золь-гель метод понимают совокупность стадий, включающих приготовление раствора-прекурсора, последовательный перевод его сначала в золь, а затем в гель за счет процессов гидролиза и конденсации, последующее старение, высушивание, термообработка продукта. Это процессы золь-гель метода. Однако, в последнее время этот термин часто используется для обозначения процессов, в которых отсутствует одна из этих стадий. При кажущейся простоте и универсальности этой схемы свойства оксидного материала оказываются чрезвычайно чувствительными к условиям процесса на всех его этапах. Обычно золь-гель метод включает в себя формирование металлоксополимерных цепей, золя или геля из растворимых полигидроксокомплексов, образовавшейся в результате гидролиза металлорганических комплексных или неорганических соединений, образующиеся гидротированные оксиды чрезвычайно химически активны. Их дегидратация происходит при весьма низких температурах, иногда непосредственно в процессе гидролиза и сопровождается образованием кристаллических и аморфных оксидов с малым размером частиц, диаметр меньше 10 нанометров и развитой поверхностью. При образовании золей распределение наночастиц по размерам определяется временем образования зародышей. Систематическое исследование реакционных параметров, таких как время реакции, температура, концентрация и химический состав реагентов, позволяет контролировать размер, форму и качество нанокристаллитов. Особенно важным для получения наноструктур заданными характеристиками является процесс образования конденсированных форм при гидролизе прекурсоров. Очевидно, что именно эта стадия определяет морфологию и фазовый состав получаемых продуктов. Таким образом, для направленного получения наносистем золь-гель-методом необходимо знание механизмов гидролиза и поликонденсации. В реальности синтез оксидов металлов золь-гель-методом оказывается сопряжен с рядом трудностей. Так, скорости гидролиза алкоксидов или неорганических солей, используемых при синтезе, могут казаться слишком высокими, что приводит к микро-неоднородностям системы. Кроме того, неполное протекание гидролиза часто негативно сказывается на химической и механической стабильности формируемых структур и их изменение этих параметров в процессе полезной работы материала. Универсальными прекурсорами золь-гель-технологий являются алкоголяты металлов. В настоящее время известны алкоголяты всех переходных элементов металлов а также лантонидов. Эти соединения чрезвычайно реакционоспособны по отношению к нуклеофильным частицам, например, таким как молекулы воды. Основным достоинством алкоголята является то, что в результате гидролиза не образуется никаких посторонних ионов, а молекулы спиртов могут быть легко удалены путем промывания или термической обработки. Другим достоинством является возможность варьирования скоростей гидролиза и поликонденсации, определяемых природой алкогрупп и концентрацией нуклеофильных агентов, что позволяет точно контролировать процессы гелиообразования. Кроме того, реакционную способность алкоголятов можно варьировать путем образования смешанно-легантных комплексов. Наиболее полно процессы гидролиза и поликонденсации изучены для алкоголятов кремния. Информация о реакционной способности для алкоголятов переходных металлов оказывается гораздо более скудной вследствие их высокой химической активности. Как правило, в литературе проводят сравнение алкоголятов металлов и кремния. Основные различия между этими соединениями заключаются в следующем. Атомы переходных элементов по сравнению с кремнием имеют более низкую электроотрицательность, а значит являются более сильными электрофилами. Как правило, атомы переходных элементов в алкоголятах имеют ненасыщенную координационную сферу и стремятся к ее насыщению, что приобретает их высокую активность. Алкоксидная группа ОР, Р, насыщенная или ненасыщенная органическая группа, является сильным ПИ-донором и стабилизирует наивысшую степень окисления атома металла. Достаточно высокая электроотрицательность алкоксильной группы делает атом металла доступным для нуклеофильной атаки, например, молекулами воды. Гидролиз алкоголятов происходит по механизму нуклеофильного замещения. Скорость этого процесса зависит от координационной ненасыщенности атома металла. Чем она выше, тем меньше величина активационного барьера для образования промежуточного соединения в первой стадии. Обычно имитирующим фактором является возможность миграции протона. Это вторая стадия. Чем выше его кислотность, тем проще происходит данный процесс. Сополиконденсация молекул алкоголятов может происходить по трём возможным механизмам. Алкоксиляция, оксиляция и оляция. Процесс алкоксиляции напоминает процесс гидролиза, но вместо воды в ней участвует молекула алкоголята, частично подвергшая гидролизе. На скорость этой реакции влияют те же факторы, что и на скорость гидролиза. В результате реакции образуется олигомерный металл, содержащийся спирт и молекулы соответствующего спирта. В дальнейшем мы посмотрим эти реакции. Процесс оксиляции происходит по сходному механизму, однако в результате этого процесса вместо молекулы спирта отщепляется молекула воды. Очевидно, что вероятность этого процесса зависит от степени гидролиза алкоксиля. Аляция характерна для тех алкалоидов, у которых координационная сфера металла не является насыщенной. В этом случае в результате отщепления молекулы спирта или воды между двумя атомами металла образуется мостиковая гидроксильная группа. Следует также отметить, что ненасыщенная координационная сфера металла является условием, благоприятствующим аляцией и в большинстве случаев процесс поликонденсации алкоголятов металлов идет преимущественно по этому пути. Популярность Итогом гидролиза и поликонденсации является формирование гидротированных оксидов или гидроксидов, микроморфология которых сильно зависит от вкладов каждого из вышеописанных процессов. В свою очередь, соотношение процессов поликонденсации можно контролировать путем подбора алкоголитных групп, PH среды, концентрации растворителя и температуры. Поликонденсация происходит преимущественно путем аляции. Фазовый диаграмм, показывающий зависимость структуры осадков гидротированного оксида титана от соотношения гидролиза и PH алкоголитной группы, оказывает значительное влияние на скорость гидролиза. В результате этого процесса сильно разветвленные полимеры образуются преимущественно за счет процесса аляции. Повышенная температура значительно ускоряет как гидролиз, так и поликонденсацию. Поэтому получение золи и гелей из алкогсидов металла с высокой реакционной способностью зачастую приводят при пониженной температуре. Популярность классического варианта золи и гелей метода связана в первую очередь с тем, что получаемые материалы обладают рядом уникальных свойств. В первую очередь это высокая химическая однородность получаемых продуктов, позволяющая существенно снизить температуру и продолжительность термообработки для получения функциональной керамики. Другим важным преимуществом является возможность контролировать размер частиц и структуру пор материалов на разных стадиях синтеза. Использование золи и гелей метода позволяет получить принципиально новые материалы, такие как органонеорганические гибридные материалы, новые виды стекол, керамики и так далее. Одним из наиболее существенных достоинств золи и гелей метода является то, что механические свойства золи и гелей позволяют применять их для получения волокон, пленок, композитов путем нанесения золи на подложку или пропитки пористого материала. Высокая подвижность низкомолекулярного прекурсора позволяет получать уникальные нанокомпозитные материалы, например, при его гидролизе, межслойном пространстве в слоистых структурах. Золи и гель процесс часто используются для получения пористых материалов, которые затем применяют в качестве сорбентов, катализаторов или носителей для катализаторов. Однако, контролировать форму и размер частиц при высушивании термообработки гелей оказывается чрезвычайно трудно. Как правило, в результате этого процесса образуются микропористые материалы с максимальной удельной площадью поверхности около 200 метров квадратных на грамм. Во многом улучшение функциональных свойств нанокомпозитных материалов становится возможным благодаря контролю состава и структуры промежуточных продуктов реакции. Кроме того, золь гель метод синтеза наночастиц привлекает относительно легкой реализуемости в лабораторных условиях. Однако, этот метод имеет и серьезные недостатки. Во-первых, он не обеспечивает монодисперсности частиц. Во-вторых, в отличие от синтеза в нанореакторах, он не позволяет получить двумерные и одномерные наноструктуры и контролировать их параметры анизотропии. В-третьих, этим методом нельзя синтезировать пространственно-упорядоченные структуры, состоящие из наночастиц, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, или параллельных нанопластин с прослойками инертной матрицы. И, наконец, в ряде случаев получение требуемых систем невозможно из-за химического взаимодействия прекурсоров или продуктов синтеза с делеобразующим агентом. Широкое распространение получили методы синтезами органических материалов и специально приготовленных коллоидных растворов на основе оксидов или реже сульфидов металлов. Впервые этот метод был использован Эбельманом еще в 1846 году для получения севикогеля и с тех пор находит все более широкое применение для получения таких простых и сложных оксидов. Преимущество коллоидного раствора перед истинным раствором заключается с одной стороны в том, что в нем могут существовать элементы, которые не сосуществуют вместе в истинных растворах. Например, бор или кремль в виде боратов или силикатов и переходные металлы. С другой стороны, в коллоидном растворе часто можно более свободно изменять соотношение компонентов. Низкая растворимость больше не является препятствием, поскольку и само понятие растворимость коллоидным системам в строком смысле не применимо. Кроме того, коллоидные системы состоят из очень мелких частей 10-100 ангстры, которые при высушивании по-разному распределяются в пространстве и таким образом можно получить самые разнообразные по свойствам материалы. Например, вот, например, если нанести слой коллоидного раствора оксида на такую тонкую органическую пленку, а затем высушить его и сжечь пленку в кислороде, то получаем пористую мембрану для очистки жидкости, например, питьевой воды и фильтрации. Пропуская коллоидный раствор через фильтры с заданным размером отверстий и при этом высушивая его, можно приготовить волокна. Простое высушивание таких растворов дает мелкие, очень реакционно способные порожки с большой площадью удельной поверхности, что используется для приготовления катализаторов или получения плотных, иногда даже прозрачных керамических изделий или стекол. Собиратель названия этих методов золь-гель-технология подчеркивает, что в основе происходящих процессов изжит переход от коллоидного раствора золя к коллоидному осадку гелю. Гелеобразование может быть организовано различными способами и может приводить либо к мицеллярным либо полимерным гелям. В первом случае условия осаждения определяются наличием в растворе электролитов, которые нейтрализуют двойной электрический слой на поверхности мицелл или пространственными факторами, связанными с ассоциацией и слипанием частиц. Оба процесса разверняют мицеллообразование. Во втором случае определяющими параметрами являются глубина и скорость протекания химических реакций, регулирующих рост и разветленность полимерной цепи. В полимерных системах гель построен из длинноцепных молекул, которые далее постепенно сшиваются друг с другом, давая плотные сетки. Мицеллообразные гели состоят из отдельных коллоидных частиц, образующих за счет водородных связей или электростатического взаимодействия различных цепей. Мицеллярные растворы, как правило, готовят гидролизом растворов, неорганических солей в присутствии оснований с последующей фертизацией. Процесс обратной коагуляции и связанных с распадом агрегатов до частиц первоначальных размеров. В данном случае осуществляется введение в раствор разбавленных растворов электролитов, образующегося осадка гидроксида. Например, если взять соль нитрата алюминия, добавить аммиак, получается гидролизом алюминия плюс нитрат аммония. В этом случае получение сложного оксида проводят совместно осаждение гидроксидов нескольких металлов. Для получения полимерной гелии необходимо избегать присутствия в растворе электролитов, так как отсутствие ионов на поверхности частиц создает двойной электрический слой и способствует формированию и стабилизации мицелл. Наиболее часто для этой цели используют реакцию гидролиза алкоголятов металлов, которые обозначают МОР гералкидный радикал, поскольку единственным побочным продуктом в этих реакциях являются весьма слабые электролиты спирты РОА. Процесс гелеобразования в этом случае проходит несколько стадий. Вот смотрим, гидролиз алкоголятов, значит, металл алкидный добавляет воду, получается МОР ОР это значит алкидный радикал плюс РОА это спирт. Затем на гидролиз значит вот он получился гидролиз на гидролиз влияет ряд факторов. Во-первых, природа алкидной группы, природа растворителя, концентрация алкоголята в растворе, температура, присутствие кислот и оснований и катализирующий процесс. Следующий процесс это конденсация. Значит, в ходе этого процесса удаляются вот смотрите, значит, вот она вода, удаляются молекулы воды и спирта и образуются металл-кислородные связи при моноядерный комплекс, содержащий один атом металла, превращается в двухъядерный, содержащий два атома, вот он, два атома, содержащие два атома металла, соединенные через кислородный мостик. Значит, вот все вы это прекрасно видите на этой формуле. или вот вот эта формула, да, то есть это то же самое. Для того при этом атомы металла могут быть одинаковыми, если синтезируется простой оксид и разными в случае синтеза сложного оксида. Образующиеся полимерные гели, неорганические молекулы проявляют очень высокую химическую активность. Если процесс ввести в присутствии кислот и щелочей в качестве катализаторов, то можно сшивание полимерных цепей с образованием пространственной трехмерной сетки, то возможно сшивание полимерных цепей с образованием пространственной полимерной сетки. Для того, чтобы гель превратился наконец в оксидный материал, он должен пройти несколько этапов обработки. Первый из них старение, то есть превращение происходящее во времени. Оно неизбежно, так как коллоидный раствор гель система неравновесная. Далее следует формирование высушивания термообработка. Важно, что в зависимости от того, как проводятся эти процессы, можно получить наноматериал в виде порошка, волокон, пленок и брикетов. Для получения волокон и нанопленок используется полимерный гель. Если необходимо получить волокна, то гель продавливают через фильеры и одновременно сушат, в результате раствор удаляется, раствор удаляется. Для получения покрытия пленок полимерный гель наносит на поверхность твердого носителя и сушит. Если полимерный гель просто высушит при комнатной температуре, то удаление растворителя приведет к возникновению при обладании сил капиллярного давления, что в свою очередь станет причиной деформации трехмерной структуры гели в результате возникновения в ней напряжения. В результате может образоваться стеклообразный, пористый или компактный продукт. Если растворитель из геля удалить при температуре и давлении выше критических, например, в октоклаве, то капиллярное давление минимизировано. В этом случае образуется аэрогель, аморфное вещество, проявляющее некоторые уникальные свойства, такие как высокая площадь внутренней поверхности, высокая пористость, низкая плотность и низкая электропроводность. Ну, а схема метода, значит, вот она представлена на этом слайде. Значит, золь-гель-метод, сначала образуйте золь-гель, который является прекурсором, потом происходит гелеобразование, сушка и затем спекание. Это схема, значит, золь-гель-метода. Данным методом были получены не только простые, но и сложные оксиды. Например, вот здесь вы видите, значит, сложные, сложные оксиды, лантан-2-малибден-2-О-9, цези-2-малибден-3-О-12, полученных золь-гель-методом из лимонно-кислых растворов. Ну, на этом все. Единственное, что хочу сказать, что метод довольно прост и не требует сложного оборудования, при этом он позволяет получить нано-порошки как простых, так и сложных оксидов с размером дерен, единицы, а также пленки, волокна, нано-метровой толщины, высокопористые, твердые вещества. На этом все. Все, спасибо. На данном слайде вы видите контрольные вопросы. Значит, три контрольных вопроса, на которые надо дать письменный ответ. Для ответов на контрольные вопросы предоставлены на этом слайде список основной литературы и список дополнительной литературы. Спасибо за внимание. На сегодня у нас все. литературы